Рейд Источник Кошмаров открывает свои двери сегодня в 8 часов по московскому времени. В этом видео я коротко расскажу, что известно о рейде прямо сейчас, а в конце ролика поделюсь любопытными датамайнами, внешним видом боссов рейда. Ну, для тех, кто совсем не боится спойлеров. Но сначала всё же поговорим о том, что известно официально. Студия показала только одно изображение. Вот оно. Стартовая заставка высадки в рейд. Синопсис гласит, «Однажды в наш мир из неизвестного времени и пространства проникло нечто зловещее. Теперь древняя угроза обнаружена. Отразите её». Как и все рейды Destiny 2, Источник Кошмаров рассчитан на 6 человек. Команду нужно будет собирать заранее, подбора нет. Но это я для тех, кто совсем не знает, о чём я говорю. Рекомендуемый уровень силы для первого похода в рейд 1780 единиц. Бонус к силе от артефакта будет включен, но он даёт преимущество только тем игрокам, у которых предельный уровень силы не превышает эти 1780. Список экзотического оружия, который будет отключён в рейде на первый день. Торжественная увертюра, бойцовый лев, кусачья зима, йотун и иерархия потребностей. В течение первых 48 часов в рейде будет действовать режим соревнования World First. Традиционная гонка, в которой команды будут соревноваться в том, кто пройдёт рейд первым. Обычно режим соревнования длится 24 часа, но Банджи увеличила это время в 2022 году, чтобы компенсировать время, потерянное на проблемах с подключением, и в этот раз, видимо, решили перестраховаться. В течение всех этих 48 часов в рейде будет действовать мод Contest. Это значит, что все игроки будут иметь ограничения на 20 единиц силы ниже каждого этапа рейда в течение всех 48 часов гонки. Наблюдать за гонкой на стримах обычно очень волнительно. Я сам не смогу постримить в этот раз, но постараюсь выпустить ролик с впечатлениями от рейда, когда его пройду. А смотреть стримы, кстати, стоит, потому что Банджи придумали в этот раз две особые эмблемы для тех, кто будет смотреть стримеров во время мировой гонки. По условиям, зайти на Twitch Rivals и просидеть на каком-то из стримов по рейду не менее двух часов. Ссылку оставлю в описании. Ну и прежде чем перейти к части со спойлерами, скажу, что гайды по рейду сначала появятся на моем бусте в формате текстовых со скриншотами. Я не уверен, что у меня получится сделать хоть какой-то приличный видос в текущих условиях с разжевыванием этапов, так что обещать пока не буду. Итак, дальше немного спойлеров, датамайнов и догадок. Так что если вы не хотите ничего себе заспойлерить, я дам вам время поставить лайк, написать комментарий и выключить видео. Спасибо, что досмотрели. Что ж, теперь дальше. Судя по триумфу первого дня, рейд будет состоять из четырех этапов, не считая открытия и промежуточных фаз с прыжками, если они будут. Ну, а они будут, это же рейды в Destiny. Финальным боссом станет Незерек, что на самом деле не сюрприз. С релиза дополнения он постоянно насылает кошмары на жителей Неамуны и тем самым скорее набирается сил. Так что очевидно, что нас готовили к встрече с ним всю неделю. Ну а вот и модельки Незерека и второго рейд босса, как я обещал в начале ролика. Что ж, удачи вам в рейде, пожелайте удачи мне, спасибо за просмотр и до связи.